Всем привет, друзья, это канал Рафинад Саунд. Сегодня мы будем писать музыку в FL Studio. Прям вот без объяснений, без всего, прям сразу. Нет, всё равно я потреплюсь. Последние несколько дней, а точнее, наверное, полторы недели буквально, я начал замечать то, что мне не хватает вдохновения. То есть то, что я начинаю писать в FL Studio, это какая-то либо безликая херотень какая-то, или же просто вот то, что я уже когда-то давным-давно писал, я начинаю самоповторы организовывать какие-то. Мне такое состояние, естественно, не нравится. Да кому оно вообще понравится? Потому что ты сидишь вот как идиот ночью, пытаешься в нотки тыкать, у тебя ничего не получается, ты смотришь на время, там, три часа ты уже просрал просто так. И я подумал, надо что-то с этим делать. У меня за все это время сформировался некоторый такой способ нагнать на себя это вдохновение с помощью, допустим, либо новые звуки ты качаешь, какие-то сэмплы или синтезаторы или что-то подобное. Господи, кошка напугал. Либо ты куда-нибудь углубляешься в социальные сети, начинаешь искать какую-то новую музыку, которая тебе понравится и, соответственно, тебе захочется сделать что-то похожее. У меня произошло именно последнее. Я сидел в Инстаграме, кстати, вот мой Инстаграм. Так вот, я сидел в нем и я наткнулся на одну музыкантшу, музыкантку, неважно, на одну исполнительницу. Она записана в Инстаграме как Эмили Крюгер. Мне очень понравилось то, что она делает, потому что этот стиль мне очень близок, потому что я пытался писать музыку похожую. И когда я услышал, естественно, у меня, опять же, начались вот эти вот мысли, как бы я сделал, как бы я написал. Я подумал, что, может быть, я просто закопался со всеми этими аккордами и стоит просто сделать что-то простое, но обыграть это как что-то сложное. И поэтому было решено написать трек буквально из двух или трех аккордов, чтобы прям совсем вот по простоте. И в каком стиле, я даже не знаю, это постоянно пишу и не знаю, в каком стиле это получается. Ну, что-то типа инди-поп или инди-рок или все это вместе, короче. В общем, давайте посмотрим, что из этого получилось. Для начала мне, конечно же, нужно было написать какую-то основную тему, и для этого я выбрал синтезатор, который называется DIVA. И это я сделал зря, но понял только потом, потому что он дико грузил процессор, именно вот тот инструмент, который я выбрал, а именно арпеджиатор, который называется Blissful. Затем я покопался в аналог-лабе, нашел там клавиши для того, чтобы написать некоторую мелодию для вступления. Ну и, собственно, приступил к барабанам, которые уже были подготовлены под это все. Это всяческие библиотеки сэмплов, которые были напиханы в контакт, в общем-то. В последнее время я частенько пользуюсь библиотекой, которая называется WAV Alchemy Drum Tools. В общем-то, из нее я в основном и натаскал своих барабанов с перкуссией. Ну и там уже начались первые поправки во всяких там эквалайзерах. Хотя вот тысячу раз я читал и слышал о том, что сначала напишите парочку инструмента вообще до конца, а потом уже как-то ее обрабатывайте. Но у меня вот не получается так делать, потому что иначе я могу забыть, как я там что-то придумал. Или же, ну, просто вот нужно мне, нужно, чтобы я услышал, как это будет звучать. А мало ли, потом ты начнешь обрабатывать, а инструмент не совпадет, и поэтому все придется переделывать заново. Короче, лучше уж так погемородиться немножко, ну, это, по крайней мере, для меня. Есть, конечно, нормальные здоровые люди, которые делают так, как им удобно, собственно, как и все остальные. Также в качестве основного инструмента я добавил туда и электрогитару, на которой сам играл, и долго-долго подбирал свои партии, как и ритм, так и соляки всякие небольшие. И даже уже когда придумал эти партии, подошел черед записи, и вот в этой записи, естественно, все ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза получилось, поскольку я постоянно ужасно придираюсь, и происходит это как в Винни-Пухе, когда они посидели там у этого кролика, и еще немного, еще немного, так же у меня я записал еще раз, потом еще раз, потом еще раз, потом все это удалил, и еще раз перезаписал. Я не знаю, сколько это все длилось, потому что на видео, конечно, это все записывалось, но я это вставлять не буду, потому что кино тут трехчасовое смотреть, я думаю, никому не захочется. Дело подошло к записи баса, и для этого я выбрал инструмент, который называется 808-й бас-модуль 2. Это, конечно, не идеальный плагин, и у него есть много довольно-таки изъянов, мне кажется, с ним приходится поковыряться. Кроме того, конечно же, есть большое количество и в Диве пресетов баса, и в аналог лаби, и вообще где только можно, но выбирать из этих списков пресетов очень не хотелось, поэтому, хоть он и в чем-то ограничивает, но это инструмент довольно такой, мне кажется, все-таки универсальный, поэтому решено было выбрать именно его. За всем этим следует переход такой с электронной музыки совсем на более такую живую, где будет больше гитар, и живые барабаны. Ну, как живые, естественно, плагин тоже. Единственное, что у меня есть из живых барабанов, это Addictive Drums, когда-то они были моими любимыми, но сейчас уже порядком поднадоели, надоели, потому что хочется звука более сочного, а как ты ни крути, все равно выше, чем вот эти звуки ты не прыгнешь, потому что сами по себе вот инструменты, то есть, имея в виду барабаны там рабочие, томы и кики, они меня не очень устраивают по самому своему звучанию. То есть, это как с живыми инструментами. Получается, ты, допустим, приходишь в магазин, берешь акустическую гитару, но тебе не нравится ее звук, потому что там, допустим, хреноватое дерево какое-то, струны еще дешевенькие, совсем хреновые натянутые. Вот тут такая же ситуация получается, хотя Addictive Drums это крутая штука, конечно, но, возможно, мне просто все это настолько уже приелось, поэтому придется на что-нибудь другое переходить и поискать вообще. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А в микшере у нас происходит вот что, я уже здесь поставил иконки, чтобы было как-то понятней, значит, давайте с самого начала начнем. Первая дорожка, это у нас барабаны, которые электронные, которые вот так вот звучат. Что мы имеем на них, это, естественно, фабфильтровский компрессор, ну, я думаю, вы все знаете, что такое компрессор. Трэнзиент процессор, который у меня начал пользоваться с недавнего времени постоянно практически, который делает барабаны более резкими такими и четкими. Далее у нас здесь эквалайзер, который чуть-чуть вот придает объемности и басовитости, наверное, кику. И второй эквалайзер, который сделан исключительно для автоматизации, как вы видите, он сейчас выключен вообще на минимум, выкручен. В нем отрезаны самые верха и самые-самые низы. Также здесь стоит пик-контроллер для того, чтобы сделать сайдчейн с басом. На второй дорожке у нас тоже барабаны, но только в этот раз уже те самые живые, которые аддиктивдрамсовские. На них у нас лежит обычный компрессор. Почему, кстати, там фабфильтровский, а здесь обычный, я даже не знаю, честно говоря, но это дело привычки тоже. Также для автоматизации здесь есть один эквалайзер, в котором также отрезаны верха и низы. Далее, естественно, трэнзиент процессор. Также здесь есть реверберация, которая, в принципе, отключена на протяжении всего трека, но автоматизация, опять-таки, она в некоторых моментах подключается для всяческих эффектов. Кроме того, для тех же самых целей здесь есть и фленджер. С помощью него и собственной реверберации создается вот такой вот эффект. Однажды я услышал такой эффект где-то у Тейм Импалы, может быть, в песнях, и решил обязательно где-нибудь это применить. И вот час настал, наконец-таки, еще один эквалайзер, который здесь по-своему тоже изменяет звук. Тоже, естественно, для автоматизации. И пик-контроллер также для сайдчейна. Далее у нас дорожка клавишного инструмента. По-моему, это Rodes. Он в треке звучит буквально только в самом начале и, по-моему, в самом конце. На нем также есть эквалайзер, который срезает низкие частоты. Также есть обычный компрессор. Еще один эквалайзер для автоматизации, который срезает еще больше низких частот и немножечко вот поднимает середину. Реверберация, которая здесь постоянно, в принципе, используется, но немножко где-то приглушается с помощью автоматизации, нам известной. И винилайзер. Офигенная штука, которой я часто пользуюсь. То есть это, собственно, можно по названию понять. Креновина, которая делает вот так. И используется тоже с автоматизацией обязательно. Следующая у нас дорожка, которая не содержит ничего, кроме тюнера, потому что сюда была подключена гитара, которую я писал. Больше ничего. На следующей дорожке у нас сразу два инструмента. Один из которых это вот этот вот грузящий все. Дивовский синтезатор-аппеджиатор. Вот, даже уже начинается. И следующий тоже дивовский фоновый синтезатор. Что у нас на них? Обязательно, конечно же, срезаны низы и самые верха. Также есть компрессор. Ну, здесь ничего особенного тоже. И реверберация, которая на данный момент отключена, но тоже будет использоваться с автоматизацией в некоторых моментах трека. Как видите, в общем-то, ничего особенного такого здесь не используется. Следующий у нас бас. 808-й бас, на котором обязательно, конечно же, отрезаны низы и некоторая серединка, чтобы он не гудел ужасно. Также наложен лимитер. Почему-то вот фаб-фильтеровский нестандартный. Я не знаю, каким образом происходит у меня выбор вот этих вот эффектов. Ну и, соответственно, здесь еще два баланса, которые участвуют у нас в сайдчейне с барабанами. Если вы не знаете, как сделать связку баланса и пик-контроллера для сайдчейна, то можете набрать в ютубе. Там есть полно, в принципе, видео по этому поводу. Не моих. Правда, но люди довольно понятно, насколько я помню, все рассказывали. Хотя, на самом деле, в этом треке не такая уж и нужная вещь оказалась. Далее у нас две пустые дорожки, на которых ничего нет, потому что я их просто пропустил, когда назначал инструмент на дорожке. Но такое бывает. Далее у нас следующий бас, типа живой. Вот этот вот Ample Bass, который... На нем фаб-фильтеровский компрессор стоит, не знаю почему. И эквалайзер, естественно, который тоже срезает низы и самое. Идем дальше. Дальше у нас здесь гитара, которую я записывал вручную. На ней тоже есть компрессор. Стерео шейпер, который делает звук более объемным. Кроме того, эквалайзер со срезанными немножко низами и серединкой. Реверберация, которая тоже участвует в автоматизации, собственно, некоторых моментов. И последнее, это гитарник, который дает нам эффект такого объема, теплого лампового звучания. Как звучит без него. Как с ним. Ну и можно обратить внимание, что эта ручка выкручена влево. А, соответственно, звук стал еще более объемным, нежели от просто стерео шейпера. Можете попробовать поиграться с ними. Тоже интересная штука. Раньше, кстати, почему-то я до этого не доходил. И вообще эти ручки не трогал. А оказывается, довольно полезные вещи можно ими сделать. Далее, как вы уже догадались, у нас тоже гитара здесь. На которую также наложен гитар-рик. Он, в свою очередь, делает эффект реверберации. И, ну, в общем, сейчас мы послушаем, какой эффект она дает. И, ну, в общем, сейчас мы послушаем, какой эффект она дает. А без него это звучало бы просто... Конечно же, скучно и по-мудацки. Замечательно скрашивает все мои косяки и неумение играть на гитаре. Далее у нас монофильтр, который переводит средние частоты в моно. Странно, кстати, я забыл, почему я это сделал. Ну, наверное, так надо было. Эквалайзер, который немножко срезает высокие частоты. И последняя гитара у нас, также гитара-рик. Только в этот раз он с перегрузом. Это ритм гитары, которая разведена по каналам, опять же, с помощью стерео шейпера. И с срезанными низами. Как она звучит? Ну, не очень, на самом деле. Какое-то, конечно, немножко пластиковое звучание получается. Ну, и на том спасибо. Кстати, надо будет поменять, наверное, гитар-рик на что-нибудь еще. И это была последняя дорожка в микшере, кроме мастер-канала, на котором, как мы видим, есть монофильтр тоже, который саб-частоты самые-самые низкие у нас переводит в моно. И гроссбит, который используется только в одном единственном моменте в треке, по-моему, вот здесь. Как-то так. Вот такой трек у меня получился. Надеюсь, вам все понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Естественно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну, и на соцсети, конечно же. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.